сейчас мы находимся в городе сочи курорт городок адлер здесь у нас основная тоже база все наши сборы на вот начинаются именно с этого места что хорошо здесь климат море фрукты горы да здесь в принципе все необходимое для того чтобы останавливаться пахать не отвлекаться вот так стоит вечером прийти сюда посидеть посмотреть на закат посмотреть на море и ты готов на следующий день вновь тренироваться вот поэтому тоже дорогое моему сердцу это место очень много здесь что связано очень много здесь событий у меня и всегда всегда с такой радостью прихожу приезжаю сюда даже бывает грустно что рано или поздно это закончится сборная команда россии здесь уже не первый раз готовится можно сказать это наше один из основнейших баз средней высоты здесь создано все условия здесь прекрасные гостиницы прекрасный зал близкие расстояние до моря буквально 100 метров можно сказать на море горный сбор у нас обычно всегда базовый там мы проделываем базовую работу кроссовую работу работу со штангой большей части вот тоже много объема много объема а здесь у нас на море гораздо быстрее проходит восстановление у спортсменов идет больше как раз специальная работа на ковре как в стойке так и в партере ну и действительно как бы мы имеем возможность здесь спокойно четко даже на зарядке где-то побороться качественно ребятам использовать вот эти все наши погодные условия ребята видно соскучились по ковру очень соскучились по ковру хотят бороться хотят себя реализовать это было даже видно по чем покупку россии который проходил уфе второй этап это в основном такая ковровая больше ковровая работа где уже ребята оттачивают именно свою техническую тактическую и все стороны своей борьбы разом да ну попробуй вот 09 где-то скинуть эта статью идти попробуй ничего страшного абсолютно загрузителом загрузка загрузка да но ого не опускаю раскачивают кстати чем побольше мать помочь вот поправил 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 голу не опускай включится ногами хорошо отлично ты же самое главное не поторопился поправила Поправил, почувствовал, локти свел, все отлично. Азамат, в начале можно было чуть-чуть хотя бы обозначить, уход обозначить вот этот. Немножко задумался, долго он очень на тебе был, очень долго он на тебе был. Не, нет, я понял. Но в самом начале пока еще захвата нет, ты должен понимать. Когда еще руки здесь, ты еще можешь что-то там попробовать. Сейчас я попробую, раз потащу. Может, да, может, представь, что тебе, вот смотри, можешь пропустить накат, как будто два балла не так страшно, как четыре, правильно? Вопуск, конечно, накат, и оттуда попробуешь идти, когда вот он, если ногами не докручу. Павел? А, имею в виду. Это самый крайний случай. Внизу-внизу надо работать первым номером. Тогда видишь, как он захват постоянно срывает? А если у тебя захвата нормального нет, никакого подъема и не будет. Надо, как говорится, в зародышу уничтожать возможное проведение приема соперника. Это положение, оно для старта идеально. Просто идеально. Опять же, вот это, обрати на это внимание, вот на вот эту ногу. Оно снаружи, не внутри, а снаружи. Ты держишь ее, все, прижался, закрепился. А я на тебе, а я на тебе всегда прижимаю тебя, видишь? Прижимаю тебя, не даю. Прижимаю, не даю. Как я тебе объяснил, тебе нужно старт туда отработать, для того, чтобы отработать вот эти мелкие движения. Какие движения? Берешь и пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот таких 100-150 раз после тренировки. И ты поймешь, придет тебе понимание, как делать старт. То есть до автоматизма довести вот это движение. Следующая стадия, подрываешь вверх. Вот так все есть. Старт, старт вправо хороший. Его нельзя терять. Его нужно делать, делать, делать. Добавив лево накат. Накат, давай покажу. Давай. Катишь ты тогда, когда он поднимает таз. То есть высокий партер становится. Попробуй. Давай. Вставай. Вот. Руку прижимай. Да, прижми руку. Смотри, сварь руку к себе. Да. Да. И отожмись вверх. Нет, вверх. Да. Да, зад подними. Вот. Отлично. Я делаю. Прижимаю. Аккуратно плечо. Прижми еще, чтобы не сломал. Еще. Вот. Прижал. Все. У нас все. Делаю давление. И переворачиваю. Отсюда вырываешь. Отсюда вырываешь. Соответственно, упражнения надо давать такие, чтобы сделать с низкого седа. Потому что здесь включаются другие мышцы. Вот. Поэтому. Вот помнишь, что я тебе показывал с гирей? Сюда. Вот. Ты, получается, сюда присел, встал. Понял? И сюда. Сюда присел, встал. Да. Сначала так просто поделай, да. Потом с гирей. Вот. Во. Отлично. Старайся вот эту ногу чуть назад. Смотри. Она не заходит вперед. Она идет назад. Во. Во. Отлично. Отлично. Во. И эту же так же. Во. Бомба. Во. Вот. Это упражнение идеальное для бокового. Потому что стартуешь. Вот он идет. Отсюда. Отсюда вырываешь. Видишь? Отсюда. Вот так что. Так, такая история. Да. Брат, так что давай. Все в твоих силах. Спасибо. Брат, давай. Еще поработаем вместе. Но вечером с тобой. Сегодня у нас такая динамичная работа. Вот в принципе вот этот сбор, он всегда интенсивный. Он всегда ковровый. Если допустим в Кабардино-Балкарии мы делаем больше физику, больше кроссов. Здесь мы делаем только ковер. Вот. Поэтому сегодня у нас вечером две сватки. Утром партер. Черновая работа здесь происходит. Ковровая черновая работа. Интенсивная. С включениями, со спортом. И что ценно, что скоро чемпионат мира. И сейчас есть куда готовиться после пандемии. Еще пару недель назад я выиграл Кубок России. Отобрался на чемпионат мира. То есть сейчас намного лучше состояние. Сейчас я вижу перед собой горизонт. И вижу куда готовиться. Конечно еще не 100% что он будет. Но тем не менее следующий год олимпийский. Поэтому в моем случае прихожу на тренировку с особым зарядом. И понимаю, что все равно каждая тренировка это ступенька. Чтобы стать в чем-то сильнее. В детстве, когда был маленький, 15-17 лет, приезжал сюда. Когда приезжаешь сюда в таком возрасте, тебе отдают обычный номер. Я всегда видел, что у олимпийских чемпионов номер люкс. У меня такая маленькая была тоже мечта. Выиграть олимпийские игры и жить в люксе. Когда в 21 год я стал олимпийским чемпионом, я ожидал тот момент, когда меня снова вызовут на этот сбор. Я приеду и заселюсь в люкс. Сейчас я вам покажу свой номер. Каково это. Сегодня я, конечно, уже привык к этому. Тем не менее, это очень ценно. Вот здесь у меня такая как бы гостиная. Здесь у меня спальня. Чуть-чуть маленький бардак, но рабочая атмосфера. Все в спешке. Здесь, безусловно, приятнее. Телевизор огромный. Фильм посмотреть, время провести. Кого-то пригласить, друзей. Так наслаждение получаешь от сбора, когда вот в такой обстановке. Сейчас мы заходим в нашу столовую. Здесь мы восстанавливаемся, кушаем, наедаем себе, восстанавливаем энергию. Аккумулятор. Спасибо. Вот наши великие тренеры. Добрый вечер. Сейчас будем кушать. Все, что есть. Все, что будем видеть, все будем есть. Русик, ты куда сел? Место есть у вас? Чтобы больше работать, надо больше есть. Согласись, согласись. Сладкое обязательно. Обязательно сладкое. Без сладкого вообще не могу жить. Хотя бы одну зефиринку надо есть. Да, секреты свои раскрою. Секретов нет, кстати. Я открыт. 36 лет человек готовится к третьим, да, Олимпийским играм? Нет, вторые. Вторые Олимпийские игры. Взял лицензию, стал бронзовый везером чемпионата мира. Я не знаю, как у него получается. Уже он седой вес. Без тренера. Расскажи секреты. Секреты, желание. Больше, чем у молодежи, к сожалению. И характер. Упорный труд, ты же сам знаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь больше спарринга, здесь больше выведения на пик формы. То есть тебя выводят в боевое состояние за счет огромных спаррингов, огромной конкуренции. Здесь тебя окружают настоящие амбициозные ребята, которые дышат тебя спидом. Есть все необходимые условия и у меня в команде. То есть есть те ребята, на которых я в том числе расту. Они на мне растут, а я за счет того, что они каждый раз хотят меня победить, я расту. То есть это меня закаляет, это меня делает по-хорошему злее, мотивированней. И вот этот голод до побед, он никуда не уходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы можем получить здоровую конкуренцию. И на этой конкуренции расти. Потому что зачастую дома не хватает соперников, как бы, такого уровня. У нас каждая тренировка – это конкуренция. И мы всегда требуем от ребят не просто прибивания на тренировке и там просто вспотеть, а чтобы они полезно потратили свое время, свой тренировочный процесс, чтобы это польза была и для него, и для соперника. И это профессиональная команда, это все они прекрасно понимают. Готовимся, все нюансы, все те моменты, которые раньше у меня не получали, все исключил. И я верю, что вот эти два месяца плотные, которые у нас, которые перед нами сейчас есть до декабря, проведем все в той же динамике, в той же последовательности и еще делаем вот такую шлифовку всех своих моментов. Многи в коленях, не вгибай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вообще день, конечно, тяжелый. Сегодня пятница. Вообще не только день, а целая неделя. Пятница – это всегда такая долгожданная, радостный день, потому что все отмолотили, сделали работу сладкие, тяжелая, интенсивная работа. Впереди два выходных, завтра восстановительная работа. 50 минут на велодорожке или липсоид. И будем отдыхать. Поэтому есть приятная усталость, есть ощущение, что все сделали. И удовлетворение есть внутреннее, что все получилось. Состояние хорошее, привычное, так скажем. И впереди нужно два дня, и нужно хорошо их провести, нужно максимально отдохнуть, потому что следующая неделя она будет еще сильнее, чем первая. Это все-таки была такая послесоревновательная, чуть-чуть втягивающая. Но следующая будет ударная. Вот, поэтому нужно хорошо отдохнуть, восстановиться, выспаться. Завтра у нас сауна, массаж, послезавтра полностью день отдыха. Сходим в кино, наверное, пойдем прогуляемся и будем отдыхать. Я понимаю, что это моя работа, и что я должен дать результат. То есть это уже превратилось в такую страсть, которая обречена на какой-то результат. Я пашу, и я знаю, что будет скоро выход, и будут новые вызовы. Поэтому это другие ощущения. Это конкурентная среда, нужно всегда понимать. Места под солнцем, их мало. И чтобы находиться там, нужно выгрызать, нужно быть сильным, нужно быть все время в голодном состоянии. Я это говорил, еще раз повторю, голодным до побед. Вот это все, как только это уйдет, все. Чемпион для спортсменов кончился. 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 Чемпион для спортсменов кончился.